Всем большое спасибо, что пришли сегодня. Буду немножко ходить, чтобы было лучше слышно. Сегодня очень много мои друзья, коллеги Антон и другие ребята говорили про ответственность, что на самом деле сейчас самое важное. Я очень много слышу везде слова «нет, мы не отвечаем». Я не знаю, как вы лично считаете, но мы точно отвечаем. И не только за ту кровавую агрессию, которую сейчас ведет наша страна на наши налоги, на наши деньги в Украине, убивая мирных жителей, но сейчас мы все находимся в Грузии. Мне просто хотелось, если кто-то не знает, чтобы все понимали, в какой стране мы находимся, и об этом тоже говорили и своим друзьям, и своим родственникам, и всем там писали посты и так далее. Что находится в стране оккупированной Российской Федерацией, что с 2008 года здесь постоянно, и сейчас тоже передвигают колючие проволоки, что в 30 километрах от Белиси стоят российские танки, и что здесь убитые люди, граждане Грузии, ФСБшниками Российской Федерации, это имена, которые знает вся страна, Арчилта Тунашвили, Гиги Атхазори, Иракли Курацхелия, люди, которые просто переходили российские пограничники на территорию Грузии, там через мостик, и стреляли им в голову из пистолета. Например, человек, которого запытали в КГБ в Хинвале, Арчилта Тунашвили, украли с территории Грузии, перешли сюда через колючие проволоки, затащили туда и запытали там до смерти. А потом российская независимая экспертиза сообщила, что он умер в результате содержащей недостаточности. Грузия, вы, наверное, грузинский в основном не знаете, 24 часа живет, даже без войны в Украине, повесткой российской агрессии. У меня тоже российский паспорт, значит, нашей агрессии. Грузия 24 часа во всех новостях, каждый день смотрит про похищение граждан Грузии на линиях оккупации. Сюда заходят наши солдаты, каждый день, каждую неделю с автоматами ходят по селам и воруют людей. И потом берут у них с их семей штрафы, выкупы в 250 долларов США, 800 ларень. Вот этим живет Грузия, страна, куда едут российские активисты в огромном количестве, к сожалению, мало кто об этом знает и говорит. Пожалуйста, говорите и об этом тоже. Ну и про ответственность еще раз. Антон много говорил, Боря много говорил, тоже буду повторять везде, потому что очень много слышу. Мы открываем бары, мы ходим пить вино, мы организовываем какие-то мероприятия, где мы там разговариваем про не знаю что, культуру, какие-то еще вещи. Сейчас от россиян вот это все никому вообще не нужно. Вы, конечно, меня сильно простите. Единственное, что сейчас хочет видеть весь мир, и в первую очередь украинцы, это то, что россияне борются. То, что россияне не просто там сделали какое-то мероприятие и собрали денег, деньги найдутся. Им надо, чтобы мы боролись, чтобы мы боролись с режимом, чтобы мы его скидывали, потому что иначе нас просто никогда не простят. И все вот то, что сейчас очень правильно говорил Антон, надо будет восстанавливать, да, но как вообще непонятно. Если все мы не будем вместо того, чтобы, извините, еще раз отдыхать и там обсуждать какие-то нейтральные вещи, бороться и говорить, что это враги, это убийцы, и надо немедленно эту власть свергать, иначе просто непонятно, как дальше жить, и как нам, я не знаю, ложиться спать ночью, а что делать со своей совестью, даже если мы боремся, наша совесть сейчас не может быть какой-то спокойной, невозможно. Потому что, ну, я мне там, сколько, 36 лет, вот с 18 я работаю на всякой оппозиционной организации, и я вижу эту бучу, и мне не важно, что я делал всю жизнь. И украинцам наплевать, что я делал всю жизнь. Потому что сейчас, значит, если я не борюсь и не вкладываю что-то, чтобы эта власть просто была свержена, уничтожена, вместе с тем, вместе с тем, что наши граждане, многие считают, что имперская политика, это хорошо, что Грузия это какой-то Подмосковье. Нет, это не Подмосковье. Если мы не будем стараться объяснять это родным, близким, друзьям, всем остальным, не простят, никогда. Мы тоже не забудем, не простим, как мы говорим в России, но нам точно не простят. Поэтому, ну, пожалуйста, еще раз, наверное, такой просьба огромная, особенно для всех, кто едет в Грузию, это не Европа, это она, оккупированная нашими войсками, где каждый день идет прямая агрессия, где умирают люди, это абсолютно другое. Поэтому здесь надо себя вести абсолютно по-другому, с уважением к тому, где мы находимся, говорить о том, что здесь творят наши власти, и максимально бороться. Тогда мы когда-нибудь все восстановим. Может быть. Спасибо вам большое. Абхазия Осетия, это что? Абхазия Осетия, это что? Грузия! Абхазия Осетия, это что? Грузия! Крым, царь? Украина! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!